добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc . com ну и конечно же на нашем youtube канале наш эфир продолжает программа ивана денисовой а программа которая называется час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям и зрителям а вы хотели нам рассказать о том как уничтожалась королевская полиция ольстера совершенно верно начинаем обычно с американских новостей но сегодня вот у нас будет американская новость на довольно таки обширная и спорная поэтому я уже передвинул на вторую часть а начнем опять со старой очередная глава нашего ольстерского дневника этого года но как и часто бывает вы я думаю кое-что увидите странным образом совпадающие с тем что происходит и в америке вот тут к сожалению не самые лучшие вещи вы увидите совпадающие благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и начнем с того что хотя полиция в соединенном королевстве британии принято считать что появилась она в девятнадцатом веке благодаря роберту пиллу небезызвестному политику в том числе премьер-министру но здесь как ни странно ирландцы тогда еще ирландия входила вся в состав британии они опередили своих друзей соперников ну а некоторые как считали хозяев и собственно говоря ирландский парламент таковой был он начал создавать полицию прежде всего городскую уже где-то с 1787 года и изначально эта полиция была только в крупных городах дублин лондон дэри белфаст потом так и называлась городская полиция потом когда уже в девятнадцатом веке появились так называемые силы под для поддержания порядка то они уже по всей британии они охватывали уже всю территорию ирландии потом на протяжении девятнадцатого века принимались новые и новые законы новые и новые указы происходило какое-то реформирование и если изначально было даже несколько таких полицейских сил то есть полицейские силы все ирландии королевская полиция ирландии и отдельно вот в тех самых трех городах про которые я говорил но в конце концов объединилось все и в общем и целом полиция начала свою работу потому что слова роберта пилла которые сегодня актуальны абсолютно для всех стран кстати говоря и не только для королевства не только для соединенных штатов а именно что свобода наша свобода британии она не означает того что бандиты имеют право грабить ваши дома или что наши улицы будут отданы алкоголикам погромщикам и бандитам но я думаю сегодня повторяет это то есть стоит нам всем вспомнить то что говорила пил а вот когда во второй половине девятнадцатого века активизировались ирландские террористы по-разному они так назывались но в конце концов стали складываться вот в эти в будущее ирландские республиканские армии и так далее то действительно полиция на себя принимала основной удар в начале века двадцатого для помощи привлекались бывшие солдаты бывшие военнослужащие и был сформирован такой отряд черной пиги его называли который в ирландском фольклоре демонизировано хотя естественно действовали они весьма жестко но как правило это были ответные действия на теракты ирландцев ирландских боевиков и в общем и целом порядок то они какой никакой поддерживали как когда пошли беспорядки о которых вам рассказывали в мае месяце из-за создания независимости ирландии создания ирландии северной то опять основной удар на себя принимала полиция тогда еще королевская ирландская в частности во время пасхального восстания шестнадцатого года боевики они считали своей особой роскошью убить убивать именно полицейских особенно если те были безоружны но когда появилась ирландия там вспыхнула уже форменная гражданская война а нам важно то что происходило в северное естественно там королевская полиция ирландская была переименована в королевскую полицию уольстера начала действовать с 1922 года и изначально она была создавалась она по трем таким направлениям и спешил с но это собственно говоря штатные работники полиции без спешил с это так скажем что-то вроде народной дружины то есть добровольцы которые патрулировали которые оказывали помощь вот и и спешил все спешил с но это резерв и сначала все более-менее было неплохо потому что в принципе ирландия довольно спокойное место северной ирландии подавно и особых преступлений не было но начали и вылазки ирландских террористов и к тому же в 30-е годы ирландская республиканская армия успевший уже подружиться с о гпу тогда она стала искать и нквд тоже стала искать себе друзей среди в европе среди нацистов раз нацисты враги и лондона и планировалась довольно масштабная террористическая кампания северной ирландии которую во многом благодаря как раз полицию удалось пресечь пусть вас это не удивляет что полиция там не такая крупная не пользовалась это вот тоже момент важный особой поддержки среди республиканцев националистов то есть сторонников единой ирландии которые на севере остались и католиков потому что там большинство было протестантов конечно но повторяю то чем я говорил вам уже не раз так как страна северной ирландии небольшая все друг друга знают так или иначе поэтому удалось северо-ирландской полиции ольстерской сорвать практически партизанскую войну но и признаем что ирландцы которые хотя и были нейтральными и периодически там раскланивались перед гитлером но откровенно идти на конфликт с лондоном все-таки не хотели и со своими террористами тогда еще там пытались тоже управляться во время войны особенно во время бомбардировок белфаст 41 года полиция опять была на передовой и люди спасали полицейские спасли немало людей вытащили из-под завалов после бомбежи после войны когда казалось бы все должно вернуться на круги своя и самой большой проблемой королевской полиции ольстер должна была стать должна была стать борьба с самогон и вареньем а это было на самом деле самое серьезное представьте преступление и самое распространенное потому что убийство грабежи преступление на сексуальной почве но они минимальны всегда были и остаются кстати опять общность люди знакомые но и полиция работает тоже хорошо но активизировалась полиция активизировались террористы середины пятидесятых началась новая новый этап террористической войны против северной ирландии уже в ночь на 1 января 56 года была атака на один из полицейских участков при этом очень серьезная с стрельбой с жертвами но полицейские отбились а арест главаря этой этого нападения но он произошел даже при таких фарсовых обстоятельствах которые потом использовались для того чтобы привлекать женщин на работу в полицию так как его поймали он во время после перестрелки сбежал но его поймали уже на вокзале в белфасте кажется когда он уже собирался и цена поезд и уезжать в дублин но женщины патрульные заметили что у него плохо покрашены волосы но вообще странно мужчина с крашенными волосами да еще с плохо покрашены в общем мужчина бы этого не заметил конечно же женщины заметили этого гарланда задержали и посадили получил по заслугам но к сожалению вот с этого момента особенно с 60-х годов уже начинается не просто серия терактов а просто-напросто война и одним из объектов для террористов становится конечно же полицейский вообще все эти разговоры что ирландская республиканская армия они охотились только на служащих закона или что для них были только служащие британского правительства это неправда например если какая-то группа людей участвовала в строительство полицейского участка они все становились автоматически объектами для преследование не обязательно для убийства но для преследования но полицейские она них просто пошла охота их убивали на службе их убивали дома их убивали когда они были вне работы это была последовательная последовательная серия просто действий на устрашение кроме того очень часто Это практиковалось ирландскими боевиками. Такая практика, как убить полицейского на глазах у всей его семьи. То есть, практически, чтобы это было как казнь. Или, так как, опять же, повторяю, они все друг друга знали, убить полицейского в день, когда у него дома праздник. У сына день рождения, у дочери свадьба, годовщина их свадьбы и так далее. Обязательно надо в этот день его убить. Это было количество жертв среди полицейских очень и очень серьезное. От 300 до 400 человек, по некоторым данным и того больше, до 500 указывается. Тогда как сами полицейские, они были вооружены, они применяли оружие, но, увы, тут уж я скажу, увы, от их рук погибало террористов не так уж и много. Потому что полицейские, они должны были только отстреливаться. Сами они, конечно же, первыми не открывали огонь почти никогда. Но из-за этого им припомнят. Обратите внимание. В результате 60-е и 70-е годы королевская полиция Ольстера, это была удивительная служба, потому что практически они были против всех. Против них были террористы. Политики, ну, юнионисты их так сдержанно поддерживали. Но политики левые не только в Северной Ирландии, а еще и в Ирландии и в Британии, их всячески проклинали, говорили, что это воплощение полицейской жестокости, полицейской дискриминации, что они преследуют меньшинство и все такое прочее. При этом лоялисты с полицейскими тоже конфликтовали. Потому что, например, полицейские часто участвовали в разгонах каких-то демонстранцев и демонстрации, естественно. У них были столкновения не только с националистами, но и с лоялистами, так как они полагали, что все перед разоконом равны, естественно. Лоялистские боевые организации, которые я вам рассказывал, тоже вступали, к сожалению, в стычки с полицией. Особенно вот такие, ну, которые из лоялистов превращались уже в отморозков. Каких-то, к сожалению, такие были. И как люди вообще шли в полицию, я, например, поражаюсь. Это какой-то вот именно чисто ольстерский, ольстерская отвага, ольстерское желание показать, что тебя не подчинят. Несмотря на все это, люди в полицию шли. И более того, королевская полиция Ольстера в 70-е и 80-е годы, неся огромные потери, ну, то есть, может быть, по меркам других стран это и не такие огромные потери, но, повторяю, это Северная Ирландия, она маленькая. И вот все эти погибшие полицейские, бывшие полицейские, резервные полицейские, это очень-очень большой процент. Что они стали лучшей полицейской службой в Европе точно, а, возможно, одной из лучших в мире, потому что уровень раскрываемости в Северной Ирландии был самый высокий по Европе, это точно. Практически все серьезные преступления они расследовались, а, как я уже говорил, такая бытовая и прочая преступность, она оставалась весьма и весьма невысокой. Кроме того, в 70-м году был выделен такой для более каких-то боевых действий и серьезных полк обороны Ольстера, о нем поговорим в сентябре. А в самой Королевской полиции появилась такая служба, но она была и раньше, но она особенно получила известность все те же 60-е и 70-е годы, под названием специальный отдел Special Branch. Вот этот специальный отдел, внутри него были еще свои подразделения, он настолько оброс легендами, и про него говорили, что он стал самым влиятельным вообще внутри полиции, что сейчас разобраться, что там правда, что неправда, уже нельзя, потому что здесь тайны они свои хранят. Но, в принципе, вот этот спецотдел, вот он стал не просто, я уже сказал, полицейская служба была лучшей, а это была, видимо, лучшая разведслужба в Европе, ну и, может, и в мире, потому что этот специальный отряд, он мог проникать куда угодно, там работали какие-то люди, люди вообще совершенно, уже в хорошем смысле отморожены, при этом обоих полов. Есть знаменитая история, когда прошел слух, что готовится теракт, и что, возможно, какие-то жены и подруги, и сами террористки, а увы, среди террористов было много и женщин, будут это обсуждать в каком-то магазине, находящемся на территории Белфаста, где собираются только националисты. Две женщины из этого спецподразделения, они пришли как покупательницы, и что-то там узнали, мы не знаем, что именно, потому что это все секретная информация. Ну, в общем, таких историй много, где там правда, где неправда, не знаю. Кроме того, известно, что этот спецотряд, он вербовал многих людей и в боевых организациях, судя по всему, целый ряд людей в Ирландской республиканской армии были завербованы, целый ряд людей в лоялистских организациях тоже. Ну, в общем, действительно, работа была, велась серьезной. Но в конце 70-х началась травля королевской полиции Ольстера, стали предъявлять обвинения все в той же полицейской жестокости, в том, что они стреляют всегда на поражение, хотя, повторяю, когда стреляют в тебя, ну, довольно сложно ориентироваться на что, куда стреляешь ты. И вот, начиная где-то с 77-го года и до того, как было заключено вот это соглашение Страстной пятницы, все больше и больше давление на полицию усиливалось, усиливалось, усиливалось. Их стали обвинять даже в том, что они были, сотрудничали с лоялистскими боевыми организациями. И я думаю, это правда, ну, потому что, ну, сами посудите, не буду ничего говорить, но представьте себе, если люди вот в этом спецподразделении располагают данными о том, что террористы готовят какой-то теракт, они могут их арестовать, да. Они могут располагать данными, что тот или иной террорист находится там-то и там-то, но его трудно будет задержать. Да, в этих ситуациях они могли эту информацию передавать лоялистским боевикам, и те могли сами управляться с террористами. Может, это не так морально оправдано, но это действовало. И, повторяю, те же самые лоялисты тоже не могли ощущать себя в безопасности, на самом деле. Но вот в 98-м году после этого самого соглашения была даже создана специальная комиссия, доклад комиссии Паттона, что надо все переделывать, нужно, чтобы полиция следила за правами человека, нужно, чтобы полиция больше подчинялась, была более контролируемой, были специальные организации, которые бы за полицией следили. Повторюсь, вы все это знаете, все это сейчас вы видите вокруг себя. И, в конце концов, действительно, королевская полиция Ольстера была, в общем-то, в 2001 году так или иначе практически распущена. Да, ее наградили орденом Святого Георгия за особую доблесть. На ее место пришла полицейская служба Северной Ирландии. Внешне, ну, вроде бы ничего не изменилось, тем более, что террористический уровень уже упал, действительно, и уровень преступности общей в Северной Ирландии остается невысоким. Но люди, судя по тому, что вижу я, вот очень-очень недовольны тем, что нынешняя полиция очень политизирована. Она откровенно действует по двум направлениям и старается не обидеть меньшинство. Она куда более агрессивна по отношению к тем самым лоялистам, уже не террористам, не боевикам, а просто людям, которые выходят на демонстрации. То есть, в прошлом году был пример, когда хоронили террориста, умершего, правда, а не убитого, и многие политики, многие представители Ирландской республиканской армии, ветераны, они все собрались без масок, без всего, и это было во время локдаунов, и им ничего за это не сделали. Тогда как, когда вот проходили не так давно демонстрации уже лоялистов, из-за нынешних проблем, связанных с Брекситом, из-за границы Северной Ирландии, Ирландии и Англии, то вот там вдруг полиция активизировалась, стала людей задерживать, проводить с ними беседы. В прошлом году, к тому же, хотя вроде бы полиция присутствовала на... Они там были спокойные, но все-таки, тем не менее, присутствовала на демонстрациях БЛМ, БЛМ были только в Белфасте, в других городах они побоялись. Но и то полиция там была, и полиция потом извинялась, что они присутствовали, тем самым это вроде как расизм, как же так, полиция на таком мероприятии. Но, в общем, вы видите, что, увы, зубы у полиции выдернули. И хотя об этом не очень говорят, но, судя по всему, тот самый спецотдел легендарный, таинственный, но эффективный, судя по всему, он тоже перестал работать или перешел в МИ-5 и так далее. Увы, это пример вам того, что самую лучшую, самую эффективную полицейскую службу можно политизировать, и, прикрываясь красивыми лозунгами о защите прав меньшинств и так далее, можно сделать ее, ну вот, просто такой, ну да, службой полицейской, но лишенной своего былого боевого запала. Не дай бог обострится обстановка в Северной Ирландии, я надеюсь, для этого не дойдет. Ну, я не знаю, как поведет себя нынешняя полиция. А что касается королевских полиций Ольстера, то это, безусловно, герои. Это, повторяю, люди, которые воплощают тот самый боевой ольстерский дух, и которые, знаете, это старое киплинговское, насколько я помню, выражение, что британская армия – тонкая красная линия между силами цивилизации и хаоса. Королевская палец Ольстера носила зеленую форму. И поэтому, естественно, я думаю, мы их с вами можем назвать тонкой зеленой линией. Потому что вот те, эти свои 80 лет, без малого, что они проработали, они, безусловно, были тонкой зеленой линией, которая защищала простых жителей Северной Ирландии от преступности, от терроризма, да от всего, чего угодно. Поэтому будем вспоминать их самыми добрыми словами. Надеяться, что полиция, полицейская служба Северной Ирландии все-таки себя еще покажет. А вам всем, напоминаю, защищайте свою полицию. Ее могут изувечить очень серьезно. Здесь умолкаю. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Навряд ли я смогу добавить к тому, что вы рассказываете о событиях Ольстера, а об истории Ольстера. Поэтому давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. А после перерыва перейдем к следующей теме. Я думаю, так будет правильно. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Ну, а теперь тему, как вы ее обозначили. Сайгон 1975 и Кабул 2021. Какие различия? Да, тут они есть, конечно. Но самое главное сходство – это фигура тогда сенатора, ныне президента. Потому что тогда, в 1975 году, Джо Байден был среди тех, кто особенно активно агитировал за то, чтобы была прекращена помощь Вьетнаму. Сейчас, ну, вы все видите сами. Более того, он в июле сам эти сравнения пытался проводить. В своей манере перепутал северный и южный Вьетнам, конечно же. Ну, и сказал, что ничего подобного не будет. Но, сами видите. Ну, давайте с вами вспомним. Очень быстро, что, собственно говоря, происходило во Вьетнаме. Вьетнамская война была, конечно же, делом благородным. Проблема, более того, с каких-то точек зрения защиты своих интересов, по идее, для Соединенных Штатов даже в большей степени, было там участие оправдано, чем, например, во время Второй мировой на Европейском фронте. Я сейчас говорю именно о интересах, а не о моральной стороне дела. Но, как бы то ни было, проблема Вьетнама в том, что там задачей была не победа, а задачей были переговоры для сохранения позиций Южного Вьетнама. В такой ситуации вряд ли что-то могло произойти хорошее, то Никсон ухитрился добиться максимально успешной на тот момент сделки и практически ту войну все-таки выиграл. Главное было в том, чтобы Южный Вьетнам мог себя защищать и иметь постоянную поддержку Соединенных Штатов. Но Конгресс отобрал сперва у Никсона военные полномочия, а потом на глазах у Форда помощь обрубил, и, в общем, все знают, что произошло. Произошло, если кто не знает, то, что за три года коммунисты в Вьетнаме и в окружающих странах, где пришли к власти, уничтожили больше народа, чем погибло за все время Вьетнамской войны. А то, что мы с вами наблюдали в Афганистане, это момент спорный, о котором продолжаются разговоры и сейчас. Ну, давайте вспомним сами себя в 2001 году. Да, были те, кто изначально был против, но в большинстве своем компания, конечно, была поддержана. И то, что сейчас кто-то начинает говорить, что вот мы тогда были за, а потом нам не понравилось, как пошла эта война, поэтому мы против, это, извините, не довод. Так не бывает. Воины идут не так, как нам бы того хотелось, и мы не можем сказать, нет, что-то раз мы не выигрываем так быстро, давайте, нам все не нравится, все плохо, мы просто уйдем. Так не бывает. Хотелось бы, но нет. Мы все помним, что изначально операции в Афганистане шли достаточно успешно, и казалось, что все будет хорошо, а вот вопрос был в том, что, собственно, делать дальше. Если бы операции были ограничены такими карательными мерами, как, например, Рамсфорд предлагал, пришли, перестреляли какое-то количество террористов и ушли, то, да, надо было тогда все заканчивать еще году, ну, в 2001-м, вряд ли, в 2002-м, например, да, ну, или что-то около того. Но была совершена, конечно же, ошибка, вот тут я тоже согласен, а именно то, что военная операция была заменена на какую-то гуманитарную, чего делать нельзя было в принципе, потому что вы не можете построить демократию там, где ее плохо знают, но вы можете создать там минимум риска. Что это означало? Это означало бы действительно очень и очень долгое пребывание американских войск там. Да, я понимаю, что многим это не нравится, но где-то с середины нулевых, а может и к концу этих самых нулевых, стало, в общем-то, понятно, что уходить из Афганистана в ближайшие годы, ну, хотелось бы, но это крайне маловероятно. То есть постепенное сокращение, да, полный выход нет, потому что пока есть угроза того, что будут снова, сама территория Афганистана опять станет ареной боевых действий и благостным местом для роста терроризма, уходить смысла нет. Да, никому это не нравится. Да, есть опасность, что будут погибать американские солдаты, что всегда прискорб. Но в Корее американские войска находятся уже довольно долго. Периодически предпринимаются попытку их вывести, однако же они остаются. В Европе, в общем-то, тоже. Я прекрасно понимаю, что Афганистан это немного не то, но оставить их для подготовки, для инструктажа, для помощи той части Афганистана, которая так или иначе под контролем хоть сколько-нибудь, повторяю, хоть сколько-нибудь прозападных сил, наверное, стоила бы, потому что пусть где-то там эти талибы остаются, понятно, они контролировали уже не такую большую часть Афганистана, но контролируют. Если желания и возможности полностью их уничтожать не было, а, судя по всему, его не было, значит, нужно было оставить все как есть. И хотя снова я предвижу негодование, почему мы должны за это платить, почему мы должны ждать того, чтобы наши солдаты там были, да, снова я вас понимаю. Но, знаете, любая война – штука очень мерзкая. И если ее начинаешь, то надо ее вести, к сожалению, до того момента, пока не станет понятно, что она не повторится. То есть либо не начинаешь ее вообще, либо ее доводишь до того положения, когда понятно, что врагу с тобой связываться уже больше не хочется. Если до этого не доходит, то потом возможны не очень хорошие последствия. И мы их уже с вами видим, кстати говоря. Поэтому такой изоляционистский подход, да, надоели они нам все, плюнем, уйдем, а они пусть крутятся как хотят, это могло бы сработать лет сто назад. Сейчас, ну, уже это никак не работает, потому что слишком большая взаимосвязь между всеми странами, слишком большая взаимосвязь интересов. И, повторяю, просто так уйти с какой-то территории, занятой в результате боевых действий, и сказать «разбирайтесь дальше сами», на сегодняшний день это не работает, потому что вызывает, провоцирует для развития новых, крайне малоприятных событий. Что мы с вами и наблюдаем, потому что теперь, конечно же, мы все слышали, что и Трамп обещал выводить войска и сводить американское боевое участие к минимуму, но он этого не сделал, потому что реальность, в общем, показала ему, что это, к сожалению, не очень работает. Там, где он войска вывел, это было, ну, в принципе, так или иначе, а правда. Что касается других стран, мы помним, что любые нападения на американцев, они вызывали ответные действия, как с тем же Сулеймани. И что касается Афганистана, то да, Трамп хотел выходить, Трамп даже поощрял действия Байдена, но с другой стороны, при, как это видел, если не Трамп, то его команда, команда Трампа была немного более разумной, чем команда Байдена, то надо было, а талибы должны были понимать, что если что, то им прилетит что-нибудь нехорошее от Америки, и талибы должны были понимать, что они идут на ряд каких-то условий. Ну, скорее всего, они бы все равно нарушили, но мы этого никогда не узнаем. По крайней мере, эти условия были бы им поставлены, и, по крайней мере, я не думаю, что Трамп бы оставлял это совсем без внимания, учитывая его задиристый характер. Ну, и повторяю, команда у него была все-таки достаточно здравомыслящей, прежде всего, Помпео, например. А то, что сделал Байден, это провал по всем пунктам, потому что это полный выход, это риторика абсолютно не соответствующей реальности, а риторика абсолютно никак не связанная с реальным положением вещей, и теперь она создает выход американских войск. Ну, во-первых, повторяет, как я уже сказал, то, что было во Вьетнаме, потому что, потому как публика, талибы, они, конечно же, порезвятся, будь здоров, и народу покрошат полно, ну, работа у них такая. Но что это будет означать? Это будет означать опять огромный приток эмигрантов и в Европу, и, кстати говоря, в Соединенные Штаты. И, с одной стороны, что с ними делать, да, вроде бы свои, с другой стороны, кто приедет, мы не знаем. Представить себе, что это будут исключительно благородные прозападные афганцы, которые бегут от режима, можно, но, опять, так не бывает. Наверняка попадут и террористы все те же самые, попадут носители неизвестно каких болезней, и что хуже всего, так как они попадут в нынешнюю западную среду мазохизма, белые вины и ненависти к себе, то они туда приедут с ощущением не благодарности за то, что их им пытались принести демократию, им пытались их пытались помочь, и их приняли в эти страны, а им они придут, к сожалению, в состоянии многие, не все, разумеется, но многие, в состоянии ненависти к Западу. И, учитывая обстановку в средствах массовой информации, в образовании, эта ненависть будет, скорее всего, вбиваться им и дальше. И какая здесь из этих афганцев может получиться пятая колонна, я ни в коей мере не хочу вас пугать, но она может получиться, и очень серьезно. Поэтому здесь, как вы видите, все, в общем и целом, Байдена обеспечивает всем нам, не только Америке, потому что эта публика, она ринется в разные страны, весьма, весьма неприятное будущее. Ну, смотрим дальше. В самом регионе, конечно же, обстановка тоже обострится, потому что Пакистан оживится, Пакистану будет выгодно через Афганистан и с помощью Афганистана с Индией свои мутные дела делать, так как у Пакистана с Индией давние, вы знаете, как сейчас модно говорить, терки, а сейчас они могут их усилить и террористическую кампанию взвинтить с талибами уже стремятся дружить Кремль, Пекин, которые, ну, Иран, естественно, которые, собственно, талибов уже давно так или иначе вооружали, и в каких интересах будут использовать заветом террористическую территорию Кремль, Пекин и Тегеран, мы с вами можем только догадываться и, к сожалению, догадки это не очень хорошие. Если провал демократов и то, что было в Юго-Восточной Азии, но это была катастрофа локальная и более того, она привела к тому, что все эти коммунисты потом поубивав уйму народу перегрызлись друг с другом и по мнению некоторых вождей и лидеров прозападных американцы спасли все-таки Юго-Восточную Азию от тем, что там повоевали от полного захвата ее коммунистами, то здесь вот я не знаю, может быть, конечно же, Пакистан, Афганистан, Тегеран, Москва и так далее, они между собой перегрызутся и тоже все закончится мирно и дружно, но верится в это мне как-то все-таки с трудом, так как публика это с аппетитами увы серьезный. Кроме того, есть два серьезных психологических момента, момент, который тоже был и очень серьезным ударом по союзникам в 70-е годы, а именно ощущение того, что когда американцам надоедает быть вашим союзником, они вас бросят. Это открыто говорил тогда Асад старший, что раз американцы бросили Вьетнам, ждите, что они скоро бросят Израиль, мы тогда и разберемся, что и как. И вспомните сами, вторая половина 70-х, это вообще такой рост коммунистических побед по всему миру. То же самое, скорее всего, может быть, не в такой степени, но очень, может быть, мы с вами увидим в ближайшем будущем, потому что, ну, например, Японии и Тайваню, и может, у них могут возникнуть сомнения, поможет ли им, помогут ли им Соединенные Штаты в случае чего. Да, вы можете сказать, что мы им не должны помогать, пусть сами разбираются, с одной стороны, да, с другой стороны, если есть союзники, то лучше с ними отношения укреплять, а не создавать у них такое ощущение, что вы их кинете в любой момент. Тем более, что те союзники, которых я назвал, они все-таки повернее, чем союзники европейские. И второй момент психологический, это то, что люди в целом в ряде стран, на Кубе, например, где вы знаете, что происходит, там, правда, уже, похоже, завинчиваются все винты, в том же Иране, где периодически происходят какие-то волнения, в Венесуэле, там происходящее, оно тоже может вызвать очень серьезный такой, знаете, психологический отток, а именно, как мы можем бороться против своих режимов, как мы можем стараться их свергнуть и видеть в Соединенных Штатах своих друзей и вдохновителей, если Соединенные Штаты так обходятся со своими союзниками. Я сразу еще раз поправляюсь. Я не говорю, что Штаты должны обязательно участвовать в боевых действиях во всех этих странах, боже упаси, нет. Я уже сказал, что боевые действия это крайняя мера, надо доводить ее до конца, но война это отвратительно. ее не стоит начинать, просто если ее начал, то есть еще более отвратительные вещи, это когда ее проигрывают. Воины могут идти очень долго, раньше и до Сталин доходил, не дай бог, но тем не менее. Но, как бы то ни было, сам по себе принцип работает. Люди в Венесуэле, на Кубе, в Иране, они могут смотреть и говорить, что да, вот американцы до последнего стояли рядом с Афганистаном, добились того, что в Афганистане хоть какие-то территории были спасены от талибов. Сейчас они этого подумать уже не могут. И к чему приведет этот выход в других странах, мы тоже с вами не знаем. Это все было на самом деле вполне себе прогнозируемо, потому что команда Байдена, которая якобы нам выдавали за образец профессионализма, это все плоть от плоти того самого госдепартамента и тех самых демократов, которые были за тем самым вьетнамским провалом, и они всем напоминают нам золотое правило. Если американцы куда-то приходят, то не сразу и может не на всей территории, но порядок устанавливается. Когда американцы оттуда уходят, начинается, ну в общем мы сами видим, что начинается. И прежде чем уже передать слово Сергею, если будет время на ваши вопросы, может кто-то мне сейчас скажет, вот, дескать, опять, мы за изоляционизм. Я никого не хочу обидеть, но граждане, бывшие из Советского Союза, которые сейчас слушают меня, находясь в Соединенных Штатах, в Израиле, в другой стране, имейте в виду, если бы позиции изоляционистов и нежелание вмешиваться, победили бы в 70-е, 80-е годы или в 60-е, вы бы сейчас не слушали меня в Соединенных Штатах, в Израиле или в любой другой стране. Вы бы сейчас меня вообще не слушали, а жили бы в Советском Союзе, скорее всего, и неизвестно, в каком виде этот Советский Союз бы сейчас находился. Поэтому я прекрасно понимаю всех изоляционистов, но не надо себя вести, как мы выбрались и замечательно, а остальные пускай сами разбираются. Все-таки здесь проявите хоть какое-то понимание и хоть какую-то симпатию к тем людям, на месте которых могли быть и все вы. Ну, а совсем уже завершая этот свой сегмент, я так скажу, что ну, спасти ситуацию на данный момент практически невозможно. Тем не менее, если появляется адекватный, нормальный, достойный президент с четким пониманием внешних политических задач, то даже без устраивать новый вход войск в Афганистан это сейчас тоже не выход. И это тоже прекрасно понимает. Но предпринимать какие-то меры, сотрудничать с другими странами, воздействовать на Пакистан, создавать такие условия, чтобы помогать талибам было никому невыгодно, следить за тем, чтобы не развивалась террористическая угроза, это все можно сделать. Но я не уверен, что это сможет сделать Байден просто. Поэтому следующему республиканскому президенту задача, конечно, предстоит очень-очень серьезная. Но она на самом деле все-таки решаемая даже без новой войны, которую, конечно же, хотелось бы в любом случае избежать. Ну, а ближайшие три года я, увы, не вижу, чтобы Байден мог что-то исправить в лучшую сторону. Не хотелось мне заканчивать на грустную ночь, но, видимо, придется. Если, Сергей, что-то добавит, с удовольствием передам. Буквально два слова и примем звонки от наших радиослушателей. Мне вдруг вспомнилось, что 2 июля посольство США в Афганистане твитнуло, что мы уважаем достоинство ЛГБТ-комьюнити, мы будем и ценим вклад в общество этой комьюнити, и мы впредь будем поддерживать меньшинство, включая ЛГБТ-комьюнити и так далее. Вот мне интересно, эти защитники ЛГБТ-комьюнити сейчас какие-то меры предпримут, чтобы защитить, поскольку Талибан пришел к власти и, скорее всего, ЛГБТ-комьюнити будет просто вырезано в Афганистане. Да, и знаете, что самое грустное это еще? Тоже, я очень быстро. Посмотрите на политику талибов. Это тряпки на лице, закрытие школ, запугивание людей. Вам это ничего не напоминает? У меня такое ощущение, что мы этим талибам сдались все в марте прошлого года и даже этого не заметили. И еще одно замечание коротенькое. Я смотрел пресс-конференции накануне изец-председателя и адмирала Кирби, это говорящая голова Пентагона, и генерала Мили. В старые добрые времена вот такие офицеры, которые обладали честью, достоинством, совестью, они после такого позора стрелялись. Но я боюсь, что ни Кирби, ни Мили даже в отставку не подадут, не говоря уже о зец-председателе. Другие времена, другие люди. Умелье мы знаем. Он изучает критическую расовую теорию ему не до войны. И Марк Маркса изучал. Он признался, что он изучал Маркса, от этого он не стал коммунистом. Маркса уже изучил, вот теперь у него новая, вторая книжка, которую он читал. Вот именно. И где честь и достоинство, и где прогрессивные демократы. Ну, хорошо, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Я тоже не элифиционист, однако, вот, если бы Америка вывела бы себя элифиционированно, то возможны сейчас в России господствуют немецкие войска. Вот, что касается ввода американских войск, вот, уж убил в Афганистан, я думаю, что это была грубейшая ошибка Семена, что потому что надо было изучить историю Афганистана, и Британия столько лет, почти сто лет не могла ничего добиться, и Британия, и Советский Союз там 10 лет господства тоже ничего не добился, и, вот, я думаю, что в течение 20 лет мы ничего там американцам не добились, и единственную пользу от присутствия американских войск в Афганистане получил Путин, и те диктаторы среднеазиатских стран, которые полностью предохранили, американцы предохранили южные рубежи России и Средней Азии от вторжения талибов, вот, вот, я, потому что я сам и в Средней Азии, и я видел еще, когда присутствие, вот, когда я живу сейчас в Самарканде, я чувствовал, как все меняется, и проникновение вот этих талибов и других ощущалось вот, повсеместно, а сейчас, я вот недавно побывал, правда, уже полтора года там назад в Самарканде, ничего, никакого, никаких следов от талибов и других радикальных исламистов не осталось. А теперь, когда с уходом наших войск талибы очнутся, возьмут власть в свои руки и прямиком пойдут освобождать свои братья в Узбекистане, в Узбекистане и так далее и тому подобное. И до Путина, до того, как наши войска вошли, Чечня тоже была в России под днем радикальных и им помогал талибан и до Башки и так далее. Спасибо большое, к сожалению, время не больше. Спасибо, только одно скажу, вы последними словами полностью провергли себя самого, когда вы сказали, что пока были американцы, талибов не было. Значит, получается, это сработало. Вот и все. И еще буквально два слова. Ну, во-первых, несмотря на грандиозный провал, все равно какая-то часть населения, вот у меня есть хороший знакомый, юрист с высшим экономическим образованием, он это объясняет тем, что, а кто писал план вывода войск? Это Трамп, значит, а Байден строго исполнял задуманное Трампом. Вот и все. И ничем не переубедить. Ну, и Нэнси Пелоси, конечно же, сказала, что мы должны поблагодарить президента Байдена за его четкую политику. В то же время тут, ну, в общем, все как всегда. Спасибо огромное, Иван, и до встречи. Спасибо вам. До встречи.